Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в станицу Тамань. Сегодня на винзаводе Шато Тамань день открытых дверей, и они проводят бесплатные экскурсии, поэтому мы решили записаться. Почему нет такой шанс побывать на винзаводе, а на винзаводах мы еще не были. Здесь проходит первичная переработка винограда. Здесь мы получаем готовый молодой виноматериал, который отправляется далее на две другие производственные площадки в станице Старотидоровской, там центр классического виноделия, и в город Темрюк. В центре классического виноделия, станице Старотидоровской, изготавливается шампанское, в нашем случае, да, игристое, классическим методом, то есть прожжение бутылка. Есть отделение выдержки почек, всего там 1620 штук, где выдерживаются премиальные линейки всякие. Есть также винотека, винотека очень редких вин, там есть эксклюзивные образцы модеры. В центре индустриального виноделия в городе Темрюк у нас производство непрерывного шампанского в больших масштабах и розлив всех самых массовых линеек вин. То есть здесь мы получаем из винограда вино, и далее отправляем его, в зависимости от того, что мы хотим получить, на две другие производственные площадки. Сейчас мы с вами находимся на весовой, на которую поступает машина. Водитель приезжает уже со своей карточкой. На этой карточке, вот он приехал с участка, там записан сорт винограда, способ уборки, какие-то технические характеристики, время сбора. И приезжая сюда, водитель сканирует свою карту, сканировал, и данные уже поступили в центр сбора урожая. Мы с вами подошли к бункерам переработки винограда. Вы видите два шнека. Один шнек боковой, он вращает, чтобы виноградная масса не заставилась. То есть подъехала машина, выгрузила и идет. Одним вращает, а другим продвигает виноград на тропилку гребнеотделитель. На данном этапе что нужно сделать? Нужно удалить гребень. Гребень это то, на чем держатся виноградные ягоды. Гребни у нас не участвуют в процессе. Для того, чтобы получить белое вино и розовое вино из красного винограда, такое тоже возможно. Из красного винограда можно получить и розовое вино, и белое вино. Отделяется кожица, отделяется семечко винограда. И, естественно, гребни отделяются. При производстве красных вин, красный виноград, удаляются гребни. И бродит, выдавливается, естественно, сок. Но брожение идет на вот этой так называемой мезге. Это кожица, это семечко. Для чего это все делается? Мы не получим красного вина, если мы не будем бродить с мезгой. Просто цвета не будет. Переди перед вами два типа емкостей, в которых проходит брожение красных вин. Красные вина, как я вам уже говорила, бродят на так называемой шапке. Принцип брожения красных вин таков. В одних емкостях, там стоят клапаны. Когда идет естественный процесс брожения на мезге, углекислота, вырабатываемая дрожжами, поднимает всю эту бродящую массу. Она доходит до определенного уровня. Клапаны закрыты, создается давление. Когда давление достигло определенного уровня, эти пинч-клапаны открылись, шапка упала. И таким образом идет постоянное орошение вот этой вот шапки. А вторые емкости по другому принципу работают. Мы отбираем снизу бродящий сок и закачиваем его наверх на шапку. Вот так вот постоянно орошаем. Циркуляция идет. Циркуляция идет, совершенно верно. По поводу температуры. Был вопрос, да? Обратите внимание, вот эти вот колечки, да, на емкостях. Они идут сверху немножко. Это называется рубашки холода. В них хладагент. Он получается сверху охлаждает емкость. И оно по длине всей емкости, видите? То есть разные зоны контроля. Вот здесь тоже трехзонный такой контроль. Вот так охлаждается емкость. Многие справедливо стоят на улице, да, как охлаждается, как вы контролируете температуру. Вот с помощью этих рубашек. Вот перед вами эта десятитысячная емкость на 10 тысяч декалитров. Один декалитр – это 10 литров. Поэтому перед вами сейчас 100 тысяч литров емкость. Здесь тоже емкости для брожения белых и розовых вин. Здесь уже нам не нужна вот эта вот шапка из кожицы и семян винограда. Наша задача при контролируемой температуре равномерно провести брожение. Опять те же самые системы. Система охлаждения трехзонная. Система продувки инертным газом. Тоже очень умная. Система перемешивания. Емкость оснащена очень умной такой аппаратурой. И это все выводится на экран и передается на пульт управления, грубо говоря, технолога. То есть весь мозговой центр находится в технологической службе. Эта емкость тоже на 10 тысяч декалитров, 100 тысяч литров. Они привозились, если я не ошибаюсь, в румынии в неразборном виде. То есть вот буквально их привезли при мне уже на тягачах, пока положили. И вот таким образом у нас на вот этом вот участке, с левой стороны, можно проходить дальше? Понимаю. Кокрасной парк на 8 миллионов литров. Представляете, какие отземы? Завод очень крупный. Все очень компактно. Все автоматизировано. Продумана каждая деталь такая, да, что позволяет не привлекать много к ручному дружу. В 2019-м, в 2015-м году мы вышли на рекордный, давайте остановимся здесь, уровень по переработке. По винограду было переработано 67 тысяч тонн. Вся вот эта площадь, где вы стояли, она вся прохладная. Дистанция заполнена машинами. 140 машин в сутки постоянно курсирует, курсирует. Ведь между переработкой винограда и его доставкой на завод должно проходить не более 4 часов. Таким образом мы позволяем обеспечить качество виноматериала. Все вы наверняка видели такой кристаллический осадок на дне бутылочки. Как правило, это очень хорошо видно в коллекционных винах, которые уже долго лежат. Если вы покупаете бутылку вина и видите, что от даты розлива прошло 3 года, да, и видите осадочек кристаллический, это ничего страшного, в этом вообще нет. Это естественный осадок. Откуда берется вообще этот осадок в вине? Это соли винной кислоты, которые с уменьшением растворимости, а это происходит за счет изменения температуры, могут выпадать в осадок. Этот винный камень удаляется обработкой холодом. Белый вина около температуры где-то минус 4-5. Чем крепче вино, тем оно слаще, тем, соответственно, больше температура. Все, это делается для того, чтобы этот осадок не выпадал уже в готовой продукции. У нас есть технология углекислотной мацерации для производства молодых вин. Наверняка вы видели в магазинах на этикеточке, что тутомать молодое. Производится это немного по иной технологии. Если мы для производства вина, в общем, берем сок, то здесь проводится целыми гроздями. Там специальная технология, гроздями закладывается в емкость, закрывается, и брожение идет внутри ягодки. Все ароматические вещества, прасящие, они находятся на внутренней оболочке ягодки, на кожице винограда. И поэтому вино молодое получается таким очень легким, очень фруктовым. Это вино молодое, оно не предназначено для дальнейшей выдержки, оно предназначено пить здесь и сейчас. Для употребления, совершенно верно. У нас, как и во всем мире, празднуется праздник молодого вина. По окончанию сезона сбора урожая доставляются бочки, и все пробуют первую бочку молодого вина. Еще у нас есть запатентованная технология производства молодых игристых вин, методом однократной ферментации. Что это такое? Вы наверняка знаете, что для производства и классического шампанского, и для резервуарного шампанского, это уже непрерывно способом, требуется количество емкостей, достаточно это и перекачки, и передавки, и очень много всего. И мы для производства молодого игристого вина используем одну емкость. То есть от момента закачивания сусла, практически до выхода готового продукта, не считая снятия из дрожжевого осадка, весь процесс первичный, первичное брожение, вторичная шампанизация происходит в одной емкости. Таким образом мы исключаем вот эти дополнительные операции, где наше молодое игристое может обогатиться кислородом. То есть это просто исключается, и вся вот эта вот фруктовость, она сохраняет все яркие антенки. У нас выпускается три типа вина. Это мускатное полусухое, красностоп полусухое розовое и рисунг в варианте брюд. Технология запатентованная в ванне вино. Мы первые это придумали и выстроили свели в жизнь. Вообще здорово. Это правда, что мы пошли на такую экскурсию. Интересно. Интересно. Давно планировали. Кстати, мы хотели попасть сюда осенью, к нам друзья приезжали. Но нужно было группой. У нас было трое, поэтому мы не смогли попасть. А сегодня, наконец. Пока идет переработка, пока идет процесс брожения. Молодое вино, вот полусухное уже, да, мы можем употребить, по сути, молодое, уже в ноябре. Но продавать вино мы не имеем права до 1 января следующего заурожая года. Это по законодательству. Считается, что невозможно произвести качественное вино от момента сбора урожая до 1 января. То есть это минимальный риск, за исключением конкретно от этого молодого, под этой маркой. Подоходитесь в производственном цеху. Установитесь, да, вот так, чтобы было видно всем. Поддышимся. Сзади меня основная часть. Вы обратите внимание, емкости, да? Новенькие, на 2000 гигалитрах. Точно такие же рубашки и охлаждения. Здесь это старые такие емкости, тормоза со своей шубкой, как раньше были, наверняка, кто-то, кто постарше видел. Данная шуба помогает поддерживать тоже определенную температуру, будь то холод или тепло. Основной в производственном цехе сзади вас находится технологическая служба. Она так, как сегодня выходной, никого, конечно, нет. Технологическая служба, химический контроль и микробиологический контроль. Здесь вот в этих емкостях такие, как премиальные вина. Но это не значит, что мы премиальные вина делаем только в таких маленьких емкостях. Для того, чтобы создать большую партию чего-то точно выдающегося, сначала нужно попробовать его в маленькой емкости, а потом уже создавать в емкостях, мы с вами увидим, которые больше. Химический, микробиологический очень хорошо для производства. Представляете, когда перерабатывается виноград, когда ладова высотапливается ладовина материал, нужно очень быстро и оперативно реагировать на все вопросы. И поэтому близость к химическому и микробиологическому позволяет наградировать вино на всех статях его производства. Прошу вас остановить. Здесь все емкостях дела. Сейчас мы находимся в лаборатории. Вашему вниманию представлены аргумы, которые здесь, это двухтысячные на две тысячи лекалитров емкости и по возрастающей. Общий аргум емкостного варка, общий ем храневого здесь вина, здесь с той стороны 14 миллионов. Что контролирует в обществе вине, как содержит им качество. Химическая лаборатория проверяет анализы сахара в обязательном порядке крепости, то есть процентное содержание алкоголя. И другимые кислоты, летучие кислоты. Все соли, которые только могут быть, это очень большой, очень широкий спектр анализа. Микробиологи проверяют санитарное состояние, обязательно следят о том, как бродят молодые вина, о том, насколько они чистые микробиологически перед отправкой на две другие производственные площадки. Около полумиллиона бутылок вина. То есть за раз, если такую емкость разлить, будет полмиллиона бутылок вина. Сам бренд Шатута Мань активно развивается с 2003 года. Очень сильная модернизация была проведена в 2019-2020 году. Было добавлено и по мощностям много, и по объему емкостного парка. Сейчас вы находитесь на площадке, на которой будет парковая такая зона. В хорошую погоду частными группами мы поднимаемся наверх, смотрим на Крымский мост. Потолк в этом году обещает быть очень большим, очень много людей собирается. С левой стороны, вот это белое здание, это собственная электростанция. И для того, чтобы поддерживать все на должном уровне, не дай бог отключат свет, а у нас все практически автоматизировано. Автономная дизельная электростанция, которая в течение двух минут переключается, и полностью весь завод может на ней работать. Есть также у нас с правой стороны вот здесь холодильный узел, который позволяет вырабатывать необходимое количество хладагента для вот этих вот всех. Видели, сколько у нас рубашек и имкостей? Конечно, мы должны производить столько холода. И вот здесь у нас находится такая компрессорная станция. Туристический центр, в котором мы сейчас пойдем, открылся в сентябре этого года. И готовится в это лето встречать первых своих таких туристов, да, посетителей. У нас проводится очень много мероприятий. Мы проводим мероприятия, все связанные, естественно, с вином, такие как винное казино, где делают ставки, дегустируют и делают ставки, какое это вино. Победителя ждет приз. Есть нос вина, где мы проводим обучающие дегустации с набором ароматов, очень интересным. Там 54 аромата, все они встречаются в вине, мы учим дегустировать. Также у нас проходят кинопросмотры. Основная часть экскурсии уже подошла к концу, и теперь мы идем на дегустацию, да, впереди еще много чего интересного. Открывают нам гастробар. Пожалуйста, все, кто по записи. Игристая из линейки Шато Камань. Крусладкая белая. Это такая базовая линейка, произведена непрерывным способом. Здесь 5 сортов винограда, шардоне, пиноблан, олиготы, листинг и диана немножечко. Я вам сейчас буду потом очень наливать, покупайте, дегустируйте. Для тех, кто любит. И виситая наверняка полусладкий вариант. Для многих самый такой приемлемый. Киноделы больше приточито раздают, но тоже далеко не все. Сколько времени от момента сбора до изготовления до готового молодого? Смотрите, от момента сбора урожая до приготовления молодого вина проходит один период. Виноград собирают в начале августа иногда, иногда в конце. Смотрится по технологической степени зрелости. Август, сентябрь, октябрь. Потом, в этот же период, первый виноград, который собрали, начинает бродить. Молодое вино мы можем получить уже в октябре, ноябре. Но реализовывать мы можем вина, которые не в линейке молодой, а вообще все вина, только с 1 января, следующего за урожаем года. Это минимальный срок, который дается предприятию на то, чтобы провести полностью весь комплекс технологических обработок. Единственное, это не касается молодого, у которого своеобразная технология, его разрешено выпускать молодым и употреблять молодым. Для производства классического шампанского от момента сбора урожая до выхода готовых бутылок, он может пройти до 2 лет. Выдержанная вина тоже достаточно долгий период, в дубе может выдерживаться и год, и полтора, ну, как правило, год. Производство резервуарного и глистого может занять до полгода, то есть в зависимости от того, какое это вино, мы столько его выдержим. На производство моделей может минимум 5 лет пройти, да? Ну, как вам будет? Ну, дорогой вопрос, можно? Да. Для слива, для слива, да, кто не хочет, пожалуйста, сливайте остатки. Скажите, пожалуйста, еще раз, как называется вот это вино? Это Шатотамань, и листая полусладкая. Спасибо. Ну, я очень рада. Все вены защищены географически. Давайте по одному, пожалуйста, если кто-то один, я не смогу обидеть, но просто я снижала. Шатотамань все защищены географическим знаком, как он называется, географическое указание. Температура подачи белых вин 10-12 градусов. Температура подачи игристых вин 6-8. Температура подачи красных 14-16. Здесь про Изабеллу. У многих она запоминается, потому что у нее своеобразный аромат, да? Мускар тоже. Это такие ароматичные сорта. Есть сорта, которые не очень ароматичные. Такие их называют неароматичные или среднеароматичные. Так вот, первоначально это сорт. Может даже земля, на которой выращен виноград, давать определенные ноты. Вот у нас здесь море, да, изолик. Обязательно белых винах будет слышны минеральные такие нотки. Когда вы обращаете бокал и слышите, что пахнет морем, это минеральность. Этот аромат характеризует минеральность. То есть, это не вода, а что еще вода? Нет, конечно. Это может быть виноград выращен. Близ, какого-то водоема. Вторичный аромат выявляется в процессе брожения, в процессе ферментации. Так называют. Это сортопольное брожение, яблочное молочное брожение, которое проводят часто в красных линах. И третий тип ароматов появляется в бокальчик, пожалуйста, опустошитель, в процессе выдержки. Зачем вина выдерживается в бочках? Выдерживается вина в основном в бочках из дуба. Дуб может быть разным. Французский, американский и кавказский. Дуба худо. Соответственно, французские и сранцы, американские и в основном выдерживаются красные вина. Это те вина, которые идут по технологии с выдержкой. То есть, у нас вот есть униер-руш, там идет 4 сорта винограда, они выдерживаются в бочке. Мы знаем, что у нас вот такая линейка, и мы на нее специально эти... Болицы? Созревает, да. Много спрашивают про жизнь в бочке, да? Сколько живет в бочке? В бочке живет для белого длина 2 раза на 3, для красного тоже 2-3. Потом бочка идет либо на тарьячные, кудетные сайсорки, либо на выдержку модеры. Сунинг. Вот, у нас же, у нас доза, как и доза, как и доза. Ну, сейчас она идет в литератную рюк. Да. 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 Конечно. Но, как и доза, как и доза, как и доза, как и доза. То есть, у каждого человека какие-то свои понятия. Если спрашивать конкретно меня, да, что вы предпочитаете. Я могу сказать так, я проработала в шампанском несколько лет, и поэтому классическое, игристое, это вот моя такая тема. Но, опять-таки, это вот лично мое. Мне очень нравятся из амейки Аиста, классика. Очень интересно. У нас все очень интересно, они там все и берегы тоже. Своя правдонаправленность. Паракитерский. Что? А, идианавский. А, идианавский. Это выращивается вот на выкрасилов виноградный, там еще немножко дальше, близко на тысячи гектаров. Если в винные напитки добавлены, ароматизаторы, какие-то вкусовые усилители, тогда у них есть срок годности. Если добавок нету, оно... Не мешок найти венки. То срок годности нет. Отпробовали мы три вида. Такие полусладкие, что это амань. Сухое белое. Кабернет. Итак, закончилась наша экскурсия, закончилась дегустация. Я хочу спросить у тебя, мам, какие еще впечатления у тебя? Мне очень понравилось. Я довольна, что я посмотрела вообще процесс производства от поступления и до изготовления. Даже продегустировала. Но я почему-то хочу именно приехать сюда, когда будет уже сбор. Мне так интересно, когда именно... Когда здесь будет жизнь кипеть? Да, жизнь кипит. Когда вот именно начинается пора, вот такая жаркая, как говорится, пора сбора и доставки до завода. Я прям хочу почему-то присутствовать. Мне тоже очень понравилась эта экскурсия, потому что это наш первый опыт вообще попадания на винзавод. Я считаю, так как мы здесь живем, мы должны знать историю, так скажем. Да, как это все происходит. Вот, сейчас мы еще пройдем до магазина Шато Тамань. Посмотрим, какие виды, какая вообще продукция здесь продается, что можно купить, если вдруг вы приедете сюда. И от нас совет, обязательно посещайте экскурсию, потому что это очень интересно. Так что, посещая Тамань или Тимрюкский район, обязательно нужно сюда приехать, я думаю. Заглянуть, да, заглянуть, чтобы посмотреть и продегустировать. И уже после этого можно приобрести то, что ты захотел по своему желанию. Что понравится, да? Да, да, да. Вот он магазин. Пойдемте посмотрим ассортимент. После экскурсии сразу многие пошли в магазин, чтобы купить понравившиеся вина. Сvateittees? Эй, не вижу видим, не замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok